В Москве праздничные выходные в воскресенье и субботу в мероприятиях честь Днагорода приняли участие почти 10 миллионов человек. Самым большим подарком москвичам стал концертный зал в парке Зарядье. Его уникальную акустику первыми оценили звезды с мировым именем. Репортаж Екатерина Кибальчич. Так симфонический оркестр Мариинского театра готовился выйти на сцену. Первый в истории концерт Зарядье. Теперь это не только парк, но и новый концертный зал. Равных которому нет в столице. Это абсолютная сенсация. Сейчас уже об этом можно говорить, потому что акустические возможности этого зала беспрецедентны. Такого зала еще не было в Москве. Открытие концертной площадки приурочили ко дню города. В Москве 871 год. В эту субботу в Зарядье приехали знаменитые артисты и музыканты всего мира, чтобы услышать и оценить возможности уникального зала. Президент России Владимир Путин был среди первых гостей и поздравил Москву с историческим событием. Это настоящий подарок жителям и гостям нашей столицы в день города. Этот зал призван стать сердцем и душой уникального парка в самом центре нашей столицы. Преумножить образ, неповторимый образ нашей Москвы и всей России. Олицетворяет собой историческую гордость нашего народа и одновременно его стремление создавать новое, идти безусловно только вперед. Концертный зал построен в форме виолончели. Но главный шедевр здесь удивительной чистоты звук. На верхних рядах слышно даже лучше, чем в портере. Первый исторический концерт транслировали в амфитеатре Парка Заряди. Но размах праздника таков, что классическая музыка звучала по всей Москве для миллионов людей. На Тверской показывали балет римского Корсакова Шахерезада. Рядом знаменитые балеты русских сезонов Дягилева. «Жар птица», «Весна священная», «Петрушка», «Золотой петушок». Сто лет назад эти новаторские постановки потрясли мир и раздвинули рамки балетного искусства. А сейчас Москва увидела эти спектакли прямо под открытым небом, в уличном варианте. Не у всех людей есть возможность посетить театр. Благодаря этому шоу, может быть, кто-то из юных зрителей захочет связать свою жизнь с искусством. Или кто-то из взрослых станет заядлым театралом. Там, где накануне ездили автомобили, танцуют балерины. В пуантах прямо на асфальте, совсем рядом с прохожими. Сказочные персонажи смешались с толпой. Здесь царевна Василиса рассказывает, что мечтает поступить в МГУ и стать научным работником. Географом, ученым. Ну, в Академии наук собираюсь работать. А простая московская девочка Алиса, глядя на артистов, представляет себя в пуантах на сцене Большого театра в образе спящей красавицы. Я вообще мечтаю стать валериной. Ну, не так себе танцевать, что это знать, а настоящей. Кого можно поздравить с Днем Москвы? Конечно, не только тех, кто здесь родился. На то она и столица, что родная всей стране. И праздник в этом году похож на торжество русской культуры. Лучшие постановки в Москву привезли театры из разных городов России. Но и посмотреть на них многие тоже приехали издалека. Из города Белгорода мы приехали в гости специально, чтобы посетить такой прекрасный праздник. Мы с Нижневартовска. Ну, вы здесь живете? Нет, нет, мы просто приехали чисто на весь город. У нас начинная свадьба. Это наш праздник. Ну, конечно, это же одна страна, столица нашей родины. Чувствуем себя здесь, как у себя дома. Я была давно здесь. По сравнению с тем временем, сейчас Москва – это супер-Москва. Автомобильное движение в центре города было перекрыто. Главный московский транспорт оказался самокат. А главный головной убор – кокошник. Это корона в честь дня города. Это знаменитая башня Ататлина, которая так и не была построена. Памятники московского конструктивизма и другие достопримечательности студенты Суриковского института вылепили из пластилина. И этот же материал дали детям. Что они больше всего любят, дети в Москве? Что они больше всего хотят лепить? Чаще всего говорят Красная площадь. Красная площадь моя любимая. Еще все знают Спасскую башню. Детям нравится и Останкинская башня, и Шуховская. А кто-то слепил Эйфелеву, но с кремлевской звездой на макушке. Москву сложно удивить, но в эти выходные все-таки получилось. Какой зонтик, божечки? Откуда вы его взяли? Шанхая. Да? Ну и как Москва по сравнению Шанхая? Вы знаете, Москва очень красивая по сравнению Шанхая. Ой, я здесь родилась. У меня в крови, наверное, эта любовь. Я ее воспринимаю такой, какая она есть. Со всеми достоинствами и недостатками. А вот журналисты из Китая недостатков Москвы вообще не заметили. Говорят, что людей мало, город тихий и дышится здесь легко. Воздух лучше, чем в Китае. Воздух лучше в Москве. Да, воздух лучше в Москве. По сравнению с Пекином, ну, нормальный город. Екатерина Кибальчич, Юрий Шолмов и Артений Байбулов. Первый канал.